Мошенники становятся все изощреннее. В набережных Челна горожане за 8 месяцев текущего года лишились более 180 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Так, помимо привычных схем звонков от якобы сотрудников банка, злоумышленники начали представляться специалистами портала Госуслуг. Еще одна новая ловушка – покупка билетов в театры через сторонние сайты. Жертвы лишаются всех сбережений на карте. Правоохранительные органы поступило 8 таких обращений. Подробности у корреспондента программы Челны 24 Эльмиры Ганудиновой. Иллиса Ганеева – журналист. Казалось бы, в силу профессии она должна знать про уловки мошенников. Но недавно она сама чуть не стала их жертвой. Несколько дней назад женщине позвонил мужчина и представился следователем. И даже назвал номер своего жетона. Сообщил, что якобы с ее счета хотят снять деньги. А для того, чтобы не лишиться денег, необходимо было срочно их перевести на другой счет. И Иллиса Ганеева готова была выполнить все указания лжеследователя. По ее словам, мошенники не давали ни минуты на размышления. Но ее вовремя успели остановить друзья. Афера не состоялась. Но не всегда бдительные друзья могут быть рядом. С начала текущего года сумма ущерба, нанесенного Челнинцем, составила около 180 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году мошенники обогатились на 99 миллионов рублей. Причем, горожане теряют не только свои личные сбережения, но и часто берут кредиты в банках. Самая большая потеря в Автограде – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Всего в набережных Челнах зарегистрировано более полутора тысяч заявлений о хищении денег. 12% жертв старше 60 лет. Половина – люди в возрасте от 30 до 49 лет. Житель нашего города утерял сотовый телефон с подключенной услугой мобильного банка. Он сообщил оператору сотовой связи, заблокировав телефон, но не принял мер к блокировке услуги мобильного банка. Как итог, неизвестным лицом был найден телефон. А затем был оформлен кредит, после чего его обналичили через терминал. Для того, чтобы обезопасить себя в данных случаях, в первую очередь, необходимо на телефоне в обязательном порядке ставить как пароль о разблокировке, то есть это графический ключ, к примеру, либо цифровой пароль. Еще одна схема, которая набирает популярность среди мошенников – звонки от Якова сотрудников портала Госуслуг. Сообщают о том, что с привязанным абонентским номером происходят несанкционированные какие-то действия. Предлагают переоформить номер телефона, на что гражданин направляется либо в сотовую компанию, либо в банк. Затем уже по аналогии. Человек оформляет кредит, перечисляет средства мошенникам. Сотрудники правоохранительных органов советуют всегда прервать разговор и набрать номер самостоятельно, который указан на банковской карте. Эльмира Гайнудинова, Радиганеев, Челны-24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова